Качество и доступность здравоохранения – самая больная тема в нашем обществе. Часто мы получаем жалобы от зрителей именно на качество медицинских услуг. Много вопросов вызывают и лекарственные обеспечения. Так какими будут медицинские услуги о том, что делается для улучшения их качества? Об этом мы поговорим с министром здравоохранения Илжаном Бертановым. Илжаном Антаевич, добрый вечер, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Добрый вечер. «Казахстанцы слишком много лежат в больницах, зачастую без необходимости». Это ваша цитата, которую вы сказали вчера на брифинге. А ведь новые правила госпитализации, они на самом деле возмущают казахстанцев. Скорая приезжает, но не госпитализирует. Есть и летальные случаи. Вот как вы считаете, может быть, стоит эти правила как-то изменить? Спасибо за вопрос. Больницы создавались, и вообще больницы существуют для того, чтобы лечить тяжелых больных. Тех больных, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении, в оперативных вмешательствах, в определенных процедурах, которые можно только сделать в условиях больницы, где человек должен остаться на ночь или вследствие критического состояния должен пробыть несколько дней в отделении реанимации и так далее. Но, к сожалению, это факт. Очень часто люди обращаются по поводу «просто мне надо обследоваться, полежать». Как говорится, у меня накопилась куча болезней. Относится к своему организму как, знаете, техосмотр. Не регулярно, а вот накопил, приехал и давайте вылечите меня от всех болезней. Для оптимизации именно качества лечения мы долгие годы в Казахстане внедряем стационары, замещающие методы, то есть так называемые дневные стационары. Даже на уровне районных больниц, сельских больниц человек может прийти, получить какие-то назначения, капельницы, даже небольшие хирургические процедуры, так называемая амбулаторная хирургия, и уйти к себе домой. С введением строгих правил по продаже лекарств только по рецептам во многих поликлиниках скопились очереди, да? А, допустим, попасть к узким специалистам, там запись на месяц вперед. Как быть нашим гражданам? Ну, рецепт может выписать на самом деле любой врач. И в целом мы считаем, что это задача как раз-таки врачей общепрактики, участковых врачей. Они имеют полное право выписывать любые рецепты. Они, кстати, и обязаны выписывать эти рецепты с учетом рекомендаций узких специалистов. И на самом деле, если у нас больные с хроническими болезнями, они знают свои диагнозы, они состоят на учете, они могут прийти у своего врача в общей практике, выписать рецепты на три месяца вперед. И мы сейчас идем к тому, чтобы рецепт можно выписать электронно. То есть до конца года мы это отработаем. То есть если у человека есть болезнь, и эта болезнь известна, она не меняется, он может онлайн попросить своего врача, и он ему просто выпишет электронный рецепт. Это будет на вашем сайте? Это будет такое решение, которое будет, в принципе, на сайте электронного правительства, и оно будет доступно в каждой аптеке. У меня вопрос о цифровизации. Вот вы переводите медицинские организации на введение безбумажное. Но вы сами понимаете, что в аулах, в отдаленных регионах интернет не везде есть. И врачи, вместо того, чтобы лечить пациентов, они занимаются заполнением вот этих вот формуляров. На самом деле это не так. Я бывал практически во многих аулах, и, конечно, я знаю, что интернет не во всех аулах есть, и, наверное, не скоро будет. И задача не в том, чтобы вот он, врач, он онлайн какие-то формы заполнял. Но задача в том, чтобы те записи, которые он делал привычно на бумаге, он делал в электронном формате. И по мере, так сказать, подключения к интернету, он может быть по дозвону даже отправлять эти записи. И эта система уже работает много лет на самом деле. Вот аульные медицинские пункты, больницы, они относятся к районным центрам. Все районные центры подключены в интернет. Все врачи имеют доступ и могут вполне работать в электронном виде. Теперь о качестве современного медицинского обслуживания. Вам интересно, что об этом думают казахстанцы? Конечно, интересно. Давайте послушаем. Мы просили в нескольких городах Казахстана. Оставляют желать лучшего медобслуживания. Государственных очередей постоянной и специалистов нет. Я довольна. Я получаю бесплатные лекарства. И наши очень профессиональные кадры уезжают за границу, потому что у нас совершенно нет никаких условий для работы. Я бы сказала, ну, неплохое качество медицинского обслуживания. Как вы считаете, почему они так думают? Я считаю, что это объективные средства на сегодняшний день. Такие традиционные мнения наших граждан о нашей системе здравоохранения. И это как раз таки говорит о том, что нам нужно предпринимать действенные, результативные меры, чтобы решать эти вопросы. Но вопрос в том, что почему это происходит, в чем истинные причины этих проблем и как их решать. Ну, например, тут же нехватка врачей и связанность с этим очереди. Почему так происходит? Потому что низкая заработная плата в государственных организациях. А почему низкая заработная плата? Потому что низкий объем финансирования здравоохранения. Ну, раз мы уже задели эту тему по поводу зарплат. Вот с 1 июля этого года подняли зарплату 200 тысячам медицинских работников. Каков ее теперь минимум? Каков максимум? От чего она зависит? И как это будет все-таки стимулировать медицинского работника оказывать качественное медицинское обслуживание? Хороший вопрос. Действительно, мы провели расчеты. И увеличили финансирование медицинских услуг, чтобы фонды оплаты труда увеличились на 30% в среднем. Система оплаты врачей зависит от многих факторов. От специальности и во многом от стажа, работы и от количества дежурств, количества операций и так далее. То есть нет какой-то единой зарплаты. Вот было 100 тысяч, стало 130 тысяч. Поэтому мы берем за основу среднюю зарплату как ориентир. И если вы спрашиваете, какая средняя зарплата, до повышения зарплаты в июне у нас средняя зарплата составляла 160-165 тысяч тенге. И она сегодня составила где-то 190-200 тысяч тенге. Это в среднем. Но если посмотреть с учетом стимулирующих выплат, премий, доплат за совмещение. Вот мы провели недавно срез. После повышения зарплаты она составляет где-то 240 тысяч тенге. У меня личный вопрос. Какая у вас зарплата? Ну, зарплата министров, она приблизительно в нашей стране одинаковая. Составляет около 1 миллиона тенге. Многие казахстанцы вынуждены лечиться за границей. Почему? Во-первых, это недоверие к качеству медицинских услуг. Особенно, когда дело касается достаточно серьезных заболеваний онкологических. Доминирующее большинство казахстанцев, конечно, лечится в Казахстане. Но поток наших граждан за рубежом, к сожалению, имеет тенденцию к росту. Поэтому основные усилия сейчас у нас направлены... Ну, мы проанализировали и направили на развитие онкологии. То есть улучшение диагностики. Именно современной компьютерной диагностики. ПЭТ, КТ, так называемый, который позволяет опухоль на ранней стадии диагностировать. И современных методов лечения. А ваша семья где лечится? Где конкретно вы лечитесь? Ну, я живу в городе Нур-Султан. Соответственно, мы обслуживаемся в городе Нур-Султан. Я, как государственный служащий, прикреплен к системе медицинского центра управления. Но я также еще и прикреплен к поликлинике 9-й городской. И поскольку, на самом деле, в обычных поликлиниках некоторые услуги шире, мне, правда, честно скажу, не приходится ими пользоваться. Я больше как бы тестировать, как это на самом деле оказывается. Спасибо вам, Елжан Амонтаевич. Аида, тебе слово. Спасибо.